В оправовремени сегодня мы посмотрим очень интересной колодой, одной из моих любимых и очень интересный расклад, актуальный на сегодня. Это расклад, посвященный затмению солнца. И для этой темы, такой нетривиальной, я выбрала колоду, которая к солнцу и к затмению его имеет наибольшее отношение. Это колода Девян Мун Таро. Таро Лунных Безумцев, вообще Таро Луны. Некоторые Безумные Луны его так и называют. Итак, я вам покажу, как работать с этой колодой на этот расклад. Вы можете с любой другой колодой попробовать этот расклад, либо можете импровизировать и составить свой. Я буду смотреть, конечно же, на себя любимую. Мне интересно, что мне лично это затмение даст и как, и что именно, и в каком размере. Итак, основное влияние, первая позиция, которая окажет на вас, это затмение. Энергия затмения в общем, да? Вот что оно мне в общем принесет? А может быть вообще ничего, да? То есть люди-то все разные. Вот интересно посмотреть. Так. Пятерка жезлов. Ну, в принципе, что-то меня так сполыхнет. Какой-то задор у меня появится. Какой-то такой вот драйв, да? И желание показать зубки, посостязаться за приз, за свой цветок, да? Ну, вот мы знаем, здесь приз, и они за него состязаются. Ну, неплохо. Так, дальше. Влияние солнечного затмения на мое здоровье. Ну, голова у меня болела. Я думаю, это не только у меня. Колесница. Ну, я думаю, что наоборот, по колеснице отпустит и немножечко вот как бы ослабнет вот именно вот то напряжение, которое было. В принципе, тоже неплохо. Влияние на взаимоотношения с ближайшими окружающими, общение и друзья. И еще, возможно, по колеснице я добавлю, ко мне сейчас инсайт пришел, на моторную двигательность организма, да? Вот именно на подвижность повлияет. В плюсе, я считаю. То есть, как бы колесница для меня это карта со знаком плюс. На моторику, на моторную активность вообще человека в целом, да? Неплохо, по здоровью. Так, влияние на взаимоотношения с ближайшим окружением, общением и друзьями. Что мне это затмение солнечное даст? Ну, хорошо, так буду общаться, сосредоточена и общаться, и дружить, и работать. Как-то все вместе и все как бы таким тесным кругом. Ну, я считаю, что очень в тему карта выпала, красиво выпала. Идем дальше. Влияние на отношения, любовная сфера с самыми близкими людьми. Ну, тут тоже интересно. Ну, выпала карта жрец. Ну, может быть, здесь некая отстраненность. Может быть, один из партнеров будет меня... Ну, то есть, либо меня будет муж получать, либо я его буду наставлять на путь истинный, да? Умничать. Вот у меня жрец часто падает на умничание, на показ. Вот такое вот. Ладно, идем дальше. Влияние на работу и денежные вопросы. Тоже немаловажная позиция, я считаю. Что у нас здесь? Ну, по работу, по деньгам. Знаете как, десятка кубков. Курочка такая по зернышку клеет. То есть, отовсюду по чуть-чуть. И получается, в принципе, неплохо так. По сумме в целом. Дальше. Влияние на творчество, магическую работу и так далее. Ну, давайте посмотрим. Мне близко тема как творчества, так и магической работы. Поэтому я посмотрю две позиции. Вы можете сделать точно так же, либо не смотреть вообще, либо посмотреть одну, какую-то из них. Все на ваш выбор. Влияние на творчество. Ага. Творчество. Черная карта. Нет. И влияние на магическую работу. Что у нас здесь? А здесь у нас вот такой во мне риск проснется. Желание рисковать за какие-то опасные такие вещи. Новенькие, свеженькие. И скользкие даже вещи. Потому что наш персонаж по льду идет, да, и в любой момент может упасть. И, конечно, буду использовать какие-то... Это у нас ходули. То есть, буду какие-то девайсы использовать, которые мне будут в этой магической работе помогать. Может быть, что-то новое придумала. Может быть, рунами буду работать. Какие-то новые методы, подходы, да, техники. Ну, интересно. Выпало. Посмотрим. Я вам потом в других видео отпишусь по этому аспекту, да, по этой позиции. Дальше. От чего можно отказаться? Что легко уйдет, если я этого захочу? Благодаря солнечному затмению. Давайте посмотрим. Умеренность. Ну, то, что я ненасытна. То, что я фанат вообще любой сферы, которой занимаюсь. Я думаю, это понятно уже всем, кто смотрит мой канал. Ну, не знаю. Я считаю, что мне умеренность иногда не повредит. Поэтому я от нее отказываться не буду и не собираюсь. Вот. Хотя, может быть, в вопросах диеты, которую я пытаюсь следовать, но у меня плохо получается. Может быть, да. Может быть, я могу отказаться от каких-то ограничений, которые себе ставлю в еде, например. Вот. Какие энергии можно притянуть и развить в себе в этот период за счет солнечного затмения? Да. Вот что можно к себе вот сейчас вот так притянуть? Какие энергии? Ну, что я могу сказать? Двойка кубков – это, конечно, хорошо. Это, конечно, привлекательность, да, для людей противоположного пола. Возможно, так как у нас сейчас все-таки весна, может быть, поработаю, поставлю некоторые маячки привлекательности для, ну, кому это нужно, да. То есть, именно в сфере амура и в сфере любви какие-то энергии могу притянуть. Ну, посмотрим, посмотрим, как оно будет, да. И что еще интересно, эта карта вообще похожа на затмение солнца. То есть, вот белое и черное, да, вот это вот затмение. Вот тут очень хорошо. То есть, ночь, она однодневна, она уходит, а смерть, она вечно. Ну, интересно было, на мой взгляд. Вот. Ну, и, в принципе, вот на этой карте затмение солнца, вот оно, собственно, так и выглядело, как здесь указано. Ну, посмотрим, я думаю, этот расклад, а я сейчас спрошу, будут ли мои зрители моего канала этот расклад пробовать. Ну, по карте влюбленной, я думаю, будут и неоднократно разные варианты его разновидности. Ну, если вам понравился расклад, пишите комментарии, пишите, что у вас выпало на позициях. Я приложу письменный вариант внизу и буду ждать вообще ваше мнение о таких тематических раскладах, что вообще вы о них думаете, насколько нужно их делать и насколько они могут нам дать новый интересный срез в гадании. И, если кто-то захотел сделать этот расклад у меня, то можете обращаться на платной основе, я с удовольствием вам его сделаю. Большое спасибо всем, кто посмотрел мое видео, кто для него взял что-то полезное. Может быть, возможно, что-то вы узнали новое. Или, может быть, наоборот, что-то вам не понравилось. И у вас, благодаря этому видео, наоборот, своя какая-то интересная мысль родилась. Пишите все комментарии, буду с удовольствием ждать. До встречи и пока!